Би-Би-Си опубликовал эксклюзивный репортаж своего корреспондента Джона Садварта. В видеорепортаже продолжительностью около пяти минут журналист Би-Би-Си в ходе бесед с беженцами-юйгурами из Восточного Туркестана выявляет факты разлучения детей с родителями в целях дальнейшего воспитания детей в духе идеологии Китайской Республики. В частности, журналисты рассказывают о том, как и где воспитываются дети уйгуров, попавших в лагеря, а также те дети, родители которых смогли сбежать от такой участи, выехав из страны, оставив детей под присмотром близких родственников. В видео запечатлены кадры закрытых школ с казармами для проживания детей рядом с лагерями перевоспитания для взрослых. А для детей дошкольного возраста существуют детсады за колючей проволокой. По словам свидетелей, все это делается в целях лишения молодого поколения своей идентичности, в первую очередь исламской идентичности. Один из давших интервью, Абдер Ахман Такти, приехал в Турцию в 2013 году. Три года назад его жена с детьми решила ненадолго съездить домой в Синьцзянь и пропала. А потом он обнаружил в сети видео, на котором его сын в школе-интернате говорит на китайском. Их цель – лишить наших детей своей идентичности и превратить в китайцев-ханьцев. «Мой сын уже три года находится в руках китайцев», – заявляет Абдер Ахман. Немецкий исследователь доктор Адриан Зенц, изучающий массовые задержания мусульман восточного Туркестана, называет действия властей Китая культурным геноцидом. Власти Синьцзяня пытаются полностью взять под свой контроль молодое поколение, буквально взращивая такое поколение, оторванное от своих этнических корней – культуры, верований и языка. «Я полагаю, что все это указывает на то, что называется культурным геноцидом», – говорит он.